Библейский портал экзегет.ру представляет Подробное, насыщенное Но Илья это не то, что первый пророк в Израиле Мы, конечно, видели многих пророков других Во-первых, Моисея повествование называют пророком Во-вторых, много таких не очень значительных персонажей Ну как незначительных? В том смысле, что от них мы не видим Каких-то развернутых речей Или перечисления многих их поступков Но пророки постоянно присутствуют в повествовании Но Илья это первый пророк Портрет которого дан в полный рост Дальше Елисей, его ученик и преемник А вот здесь другой И он немножко не похож Давайте посмотрим, зачем он здесь нужен Для этого, естественно, прочитаем главу Ну а у нас история войн Я напомню, Северное и Южное царство Они при этом ищут союзников Важна позиция арамейских царей Которые правят в Дамаске и в окрестных городах Потому что Северное и Южное царство Ну примерно равны по силам Может быть Северное чуть посильнее А как ведут себя арамеи Соответственно склоняют чашу весов При конфликте Северного и Южного царства Еще три года арамеи и израильтяне жили Не воюя друг с другом А на третий год их шафат царь иудейский Отправился к царю израильскому Вот, кстати, первая попытка Наладить отношения, которые мы читаем До этого исключительно вражда Повоевали-повоевали Никто никого не победил Поняли, что все равно придется жить рядом И надо лучше жить мирно Царь израильский тогда сказал своим слугам Вы же знаете, что рамот в Геладе наш А мы ничего не делаем, чтобы отобрать его у царя Арамейского И спросил они Хошафата Пойдешь ли ты со мной отвоевывать рамот в Геладе И Хошафат ответил царю израильскому Куда ты? Туда и я Куда твой народ? Туда и мой Куда твои всадники? Туда и мои Ну, наконец-то догадались Два родственных государства Две части одного народа Что вообще-то надо не друг с другом воевать А звать арамеев А лучше вообще не воевать Но если лучше воевать, то лучше вдвоем Против третьего Причем за справедливое Как, по крайней мере, они считают дело Отвоевать свой город, захваченный арамеями Но есть еще одна маленькая деталь О которой на юге в Иудейском царстве Все-таки еще помнят На севере уже не очень Но и Хошафат попросил царя израильского Разузнай теперь, что скажет Господь В конце концов, ну, мы договорились У нас все в порядке, но есть еще Бог Как он к этому отнесется Ну, что ж, разве трудно? Царь израильский собрал пророков около 400 Представляете себе такой съезд пророков 400 человек профессиональных пророков Ну, и можно представить себе Какого рода пророки это были Вот Илья, он единственный Он там постоянно оказывается Оппозиции, да ко всем подряд К царю, к царице особенно из-за велик К народу, который в массе своей склоняется На сторону вала А тут такая корпорация 400 пророков Конечно, они со всеми договорились Пророков около 400 Спросил, выступать ли мне в поход на Рамот-Геладзе Или не делать этого Они отвечали, выступай, Господь придаст его в твои руки Ну, конечно, что еще ответят придворные пророки Когда царь обращается к ним с вопросом Все, что он хочет, все ему пророки А сегодня будут аналитики, политологи Экономисты придворные Все скажут, как царь захочет Ну и Хашафат спросил А Хашафат, он южный царь Он еще помнит все-таки о том, что есть Господь А не только вот эти вот придворные расклады Ну и Хашафат спросил Нет ли здесь еще пророка Господа Мы спросим и его То есть смотрите, эти 400 пророков Говорят от имени Господа Но они не Господни Они царские пророки А есть ли пророк Господа, который от Господа говорят? Отвечал царь израильский Хашафат Есть еще один, через кого попрошу от Господа Только не по нраву он мне Не пророчествует обо мне доброго, а только дурно Это Михей, сын Имлы И Хашафат сказал Не говори так, царь Тогда царь израильский подозвал одного евнуха И велел ему скорее привезти Михея, сына Имлы Ну все понятно, да? Один говорит то, что считает нужным Это никогда не нравится правителям Царь израильский Хашафат, царь иудейский Сидели каждый на своем престоле Ворот Самарии, одеты в свои облачения Наконец-то, да? Наконец-то помирились А перед ними пророчествовали все пророки Циткия, сын Кенаны, сделал себе железные рога И сказал Так, говорит Господь, этими рогами Забодайши-то Арамеев, уничтожив их И все пророки повторяли то же самое Выступая на ромот Геладии, будет успех Придаст его Господь в руки царя И гонец, которого отправляли привезти Михея Сказал ему, смотри, пророки единогласно Дают царю добрые предзнаменования Хоть бы ты выступил с ними заодно И слово твое оказалось бы добрым Михея ответил Жив Господь, что внушит мне Господь То и стану я говорить Вот разница между пророком и лжепророком Даже больше комментировать не нужно Зачем, кстати, этот эпизод После истории об Илье Илья больше Михея, да, явно Илья вот какой-то великий абсолютно Пророк, который, ну Вот не нуждается в дополнениях В каких-то, знаете, примечаниях Параллельных историях о ком-то еще А мне кажется, прежде всего для того Чтобы показать, вот смотрите, Илья Он противостоит царю и, в общем-то, обществу В котором он живет Очень жестко, непримиримо А если попробовать примириться В конце концов Ну почему надо все время враждовать с властью? Это же как-то, ну, во-первых, опасно И неудобно, неприятно Илья из-за этого без конца в изгнании Без конца под какими-то угрозами Находится Если попробовать договориться Вот пророк Михей, который Не пытается противостоять Власти Который даже, в общем-то, откликается На ее запрос С одной только маленькой оговоркой Он пророчествует то, что Господь Вот Илья, который сотрудничает с властью И что получится? Так пришел он к царю И царь спросил его Михей, выступать ли нам в поход на Рамон-Геладзе Или не делать этого? Тот ответил Вот сейчас очень внимательный, интересный момент Тот ответил Выступай, будет успех Предаст его Господь в руки царя Было ли что-то в его интонациях Чего мы не слышим, естественно, в записи В его, не знаю, позе, жести Царь сказал ему Сколько же раз заставлять тебя клясться Чтобы ты говорил мне только правду во имя Господа Смотрите, Михей говорит царю сначала то, что тот хочет услышать Он исполняет заказ Но, очевидно, всем своим видом дает понять, что это заказ Что он так не считает, что это не от Господа И вот царь, которому действительно уже стало интересно Вот эти все 400 на пророчествовали ему то, что нужно Они там перед ним выступают Еще всякие рога железные, всякая прочая ерунда А вот один-то знает истину И уже царю интересно и Хашафату А может быть, кстати, не сказано какому царю Может быть даже не Хашафату А, собственно говоря, северному царю Тот, который и затевает всю эту военную кампанию Сколько же раз заставлять тебя клясться Чтобы ты говорил мне только правду во имя Господа Тот ответил Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам Словно овцы, у которых нет пастуха И сказал Господь, нет у них больше, господин И пусть возвращаются по домам с миром Царь израильская сказала Хашафату Говорил же я тебе, что не пророчит он обо мне доброго А только дурное А Михей продолжил, выслушая слово Господне Видела Господа, сидящего на престоле И стояла перед ним все воинство небесное По правую и по левую руку Спросил Господь, кто введет в заблуждение Ахава Чтобы он выступил на ромот Геладзе и там погиб Один отвечал ему так, а другой иначе И вышел вперед один дух, встал пред Господом И сказал, я введу его в заблуждение Спросил его Господь, как? Тот ответил, я отправлюсь и стану ложным духом В устах всех его пророков Господь сказал, да, ты сможешь ввести его в заблуждение Ступай, так и сделай Смотри, вложил Господь ложного духа В уста всех твоих пророков А сам Господь предрек тебе беду Вот видите, какая разница Ложные пророки, все хором 400 человек Говорят, да, царь, как ты хочешь, так и будет А Михей говорит, видел я Господа И отвечает дальше то, что он в этом видении узнал Конечно, в те времена все-таки богословие было не совсем таким, какое оно сегодня у христиан, например Ну, не только у христиан Оно было более, что ли, таким предметным Оно не пользовалось абстрактными фразами Вот у нас есть сегодня понятие попущения Божьи попущения То есть Господь не хочет, чтобы это случилось Но Он позволяет этому произойти Вот здесь именно такая история Господь позволяет обмануть царя Ахаба Почему? Но из этого видения мы не видим Но мы читали в предшествующих главах того самого царя Ахаба Обманывает некий злой дух, который борется с пророками Господними Который Илью все время пытается убить Хотя потом Илья одерживает победу над пророками Ваала Может быть за это, может быть за что-то еще Там сложная история Но важно, что иногда Господь позволяет состояться вот этому обману Не делая этого сам Но не возражая против того, чтобы это произошло И в то время это описывалось вот такими сложными образами Вот такой, знаете ли, военный совет у Бога Когда планируют тоже военную операцию Эти цари на земле планируют свою операцию А у Бога там свой военный совет И тоже хитрые замыслы Как обязательно на войне, чтобы победить Нужно ввести противника в заблуждение Тогда подошел все-таки сын Кинаны И ударил Михея по щеке со словами Что же это? Дух Господний оставил меня, чтобы говорить с тобой Я тут дипломированный главный пророк придворный И что же, это я без духа, что ли, теперь хожу? Михей ответил, увидишь тот день, когда станешь метаться по комнатам в поисках укрытия А Михей, он говорит очень конкретно Он не говорит, я тут крутой, я тут альфа-самец Я тут альфа-пророк Он говорит, вот будет так, я просто это знаю И ты тоже это узнаешь в свое время Вот тоже разница между ложной духовностью истиной Ложной, она ищет чинов, званий, блеска, почтения, всего остального А истинная, она видит то, что произойдет Да, и она старается это предотвратить или изменить или как-то уберечь Но, кажется, поздно И сказал царь израильский, возьмите Михея, отведите к градоначальнику Омона и к царскому сыну Йоаше Передайте им, что царь велит посадить этого человека под стражу И давайте ему немного хлеба и немного воды, пока я не вернусь с миром То есть он ему все-таки не поверил, выслушал, но 400 же больше одного Ну и давайте этого в темницу, и там его морите голодом Так только подкармливайте, чтобы не умер совсем Михей ответил, если ты вернешься с миром, то не Господь говорил через меня И добавил, слушайте меня, все народы Михей мог начать возражать, спорить с царем Требовать, чтобы ему там, по крайней мере, рацион увеличили Ведь еще неизвестно, кто прав Но его не беспокоит его собственная судьба Вот еще и еще, тоже параллель к истории Ли Должность пророка – это должность жуткая Потому что ничего хорошего они не получают Хотя очень стараются принести пользу и отговорить царя от военной кампании, которую он проиграет Царь израильский и Хошафат, царь и Узейский выступили в поход на Рамот в Геладе Царь израильский сказал Хошафату Я выйду на бой под видом простого воина, а ты будь в своих царских облачениях И царь израильский переоделся перед сражением Ну, понятно, почему Потому что, конечно же, и дальше мы это прочитаем Царь – это самая желанная мишень для врага А царь Арамейский велел своим начальникам над колесничным войском Их было 32 Не ищите бой ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским И когда начальники над колесничным войском увидели Хошафата То решили, что он точно и есть царь израильский И устремились на него, чтобы сразиться Но Хошафат закричал И так начальники колесниц увидели, что это не израильский царь И повернули прочь от него Зато один человек выстрелил из лука И сам не знает, а ранил царя израильского в щель между доспехами Тот сказал своему возничьему Они, ну, знать сражались на колесницах Да, как сегодня там танк – это главное оружие на поле боя Тогда колесница Царь сказал своему возничьему Поверни колесницу, вывези меня из боя, я ранен Но сражение в тот день разгоралось все сильнее Царю израильскому пришлось остаться на колеснице Напротив арамейского войска И к вечеру он умер А кровь из его раны текла на днище колесницы Ну, то есть, видимо, сражение было настолько густым Что повернуть и отступить, в общем, не было возможности физической Когда зашло солнце, пронесся клич по всему войску Ступайте все по своим городам, по своим странам Мертвого царя отвезли в Самарию, похоронили в Самаре Колесницу вымыли в пруду около Самарии, где омываются блудницы Ну, то есть, такое нечистое место И собаки слизывали его кровь по слову Господа, которую он изрек Я напомню, что пророк Илья говорил Ахаву про то, что он погубил своего подданного Тоже израильтянина Изавель Его жена заставила Навота Царь заставлял Навота продать виноградник А Изавель заставила руководителей того города, где он жил Сфабриковать дело против него И его казнили И пророк пообещал, что собаки будут слизывать твою кровь там, где они лизали кровь этого самого Навота Все сбылось Прочий Абахавий, а во всем, что он делал Как построил дворец слоновой кости И как строил города Великий царь совершил много важного, значительного Но вот с точки зрения пророков был ничтожеством С точки зрения пророков Сделал много дурного И не послушался даже тогда, когда, невзирая на все это зло Его пытался подлинный пророк Господень отговорить от руковой ошибки А вот здесь сказано Это все примечания А это все найдете во второстепенной литературе Не дошедшим до нас свитки царей израильских А самое главное вам рассказали Как он относился к Господу И что из этого вышло Ахав прилучился к правотцам А вместо него воцарился его сын Ахази Ихошафат сын Асы воцарился в Иудее на четвертый год царствования Ахава в Израиле Ихошафат воцарился в возрасте 35 лет И 25 лет царствовал он в Иерусалиме Его мать звали Азува Она была дочерью Шелхима Он ступал по пути отца своего Асы И не сходил с него, творя добро пред Господом Редкий случай, да, когда царя эти книги царей хвалят Только святилища на холмах еще оставались Народ приносил жертву и воскурял в этих святилищах Ну, такое постоянное примечание Что, в общем-то, главное, на что обращает внимание повествователь Как с точки зрения культа вел себя царь И вот здесь говорится о том, что он Ну, в Иерусалиме-то порядок навел А по всей стране, по провинциям Там всякое бывало Потому что власть центральная еще довольно слаба Ихошафат заключил мир с царем израильским Прочи о делах Ихошафата и его мощи О том, что он сделал, как воевал Записано в летописном свитке царей иудейских Он уничтожил в стране и культовый блуд Который еще оставался во дне отца его Асы Да, то есть, все-таки он старается быть верным Господом В Идоме тогда не было царя Там правил царский наместник Мы не очень понимаем, что за история Ну, и дом соседняя страна Какая-то, очевидно, там история про Ригента Который, может, при малолетнем царевича Ихошафат сделал корабли дальнего плавания Чтобы им ходить в Афир за золотом Это некая страна через Красное море Где-то, видимо, в районе Сомали и Ритреи нынешних Но они не дошли туда Разбились в Сьонгевере Тогда Ахазия Санахава предложил Ихошафату Пусть мои слуги отправятся на кораблях вместе с твоими Но Ихошафат не захотел Странное какое-то добавление Вот про несостоявшуюся кооперацию с Идомом Зачем оно нужно, мы не очень понимаем Возможно, для того времени это был какой-то важный эпизод Ихошафат приложился к праутцам И был похоронен у праутца в городе Давидово Вместо него воцарился его сын Ехорам Ахазия Санахава воцарился над Израилем На семнадцатый год царствования Ихошафата и Ваудей Он царствовал в Израиле два года Творя зло пред Господом Иступая по пути своего отца и своей матери И по пути Яравама сына Невата Вводя Израиль во грех Он служил Ваалу и поклонялся ему На зло Господу Бога Израиля Подражая всем поступкам своего отца Но вот северные цари, израильские цари Были гораздо более склонны к этому язычеству Чем южные цари, цари иудеи И это еще один пример На этом третья книга как бы обрывается Потому что дальше идет четвертая И четвертая, в общем-то, это всего лишь следующий том в серии То есть она никак сюжетно не отделена от третьей И поэтому вот такой резкий переход То он вполне нормален И поэтому, когда мы начнем читать четвертую книгу царей То эпизоды из конца третьей будут, собственно говоря Тем местом, с которым начнется повествование КОНЕЦ